Здравствуйте! Сегодня мы находимся на показе фильма «Брестская крепость», где картины представляют сами создатели картин. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про сегодняшнее мероприятие. Сегодня у нас важный кинопоказ. Он посвящен памятной, очень важной дате, 27 января, День памяти жертв Холокоста, который отмечается с 2005 года. Это важный день, важно помнить о тех ужасных событиях, которые происходили, и важно об этом никогда не забывать. И такие мероприятия дают возможность почувствовать вот это. Все, спасибо вам за такое интересное. Вот вам подарок памятник. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про работу над фильмом. Здравствуйте! Мы снимали почти полгода. Да, это было давно, в 2008 году. У меня есть предположение, что ты еще не родилась. Я не родилась. Не родилась. Мой год родился. В 2008 году поступило такое предложение снять фильм о войне, которая началась в 41 году, 22 июня. И началось это все с Брестской крепости. То есть именно в этот момент, в 4 утра, пробремели взрывы в Брестской крепости и понеслась. На много-много лет. Конечно же, тема была очень тяжелая, но при этом для художника по гриму было очень интересно, потому что там много возможностей проявить себя как гример. То есть сделать кровавые какие-то сцены, сделать наоборот красивых людей из 41-го года, потому что это история и другие прически, что у мужчин, что у женщин. Плюс еще военные. Они должны были обязательно носить определенные подбритые виски. Огромное количество массовки, естественно, потому что это была история про Брест. Это много-много людей, которых затронуло это все. В Брестской крепости построили, восстановили саму крепость, потому что ее уже взорвали, когда все это произошло. И художник Калим Иванович Матвичук, он достраивал остатки, достраивал так, чтобы никто в кадре не понял, что это достроено, чтобы все подумали, что это так оно и есть. Очень было жалко все это взрывать, и даже местные люди просили, может быть, вы как-то избежите эти вещи, и, может быть, мы оставим крепость, как она была. То есть для них это очень важно. Нас свозили по катакомбам. Это не те места, которые обычно будут как экскурсию. Это было очень страшно, потому что ты спускаешься, а там на стенах надписи, которые сохранились еще с тех времен, с 41-го года. Что еще рассказать? Ой, спасибо, очень интересно было. И вам спасибо. Мероприятие прошло успешно. Алина Кожихова, Александр Мазаев. Для Шоу Бесконечной Новости.